По 200 представителей молодежи Ненецкого округа съехались в столицу региона. Они принимают участие во втором региональном патриотическом форуме «Наследники Победы». Программа форума рассчитана на 6 площадок и 3 дня. Чему учат молодежь, расскажет Валентина Чибичек. Именно так проводила досуг молодежь, когда не было компьютера и интернета. В свободные минуты парни и девушки предпочитали не виртуальное, а реальное общение. Играли в челнок, устраивали кулачные бои, водили хороводы. Знаток русского фольклора Анастасия Колесник считает, забавы наших бабушек актуальны и сегодня. Ребятам в первую очередь дают возможность быть более коммуникабельными, позволяют им легче адаптироваться в социуме. Они помогают им раскрывать какие-то свои способности, таланты, помешают их эмоциональный фон. Возрождение старинных забав и праздников – основа площадки «Арт-квадрат». Ребята, кажется, и сами не ожидали такого эффекта. Вроде не клуб, не дискотека, а какой азарт. В зале напротив азарт спортивный. Это площадка «Беги за мной». Она объединила почитателей здорового образа жизни. Красотой своего тела они хотят спасти не только мир. Девушки из населенных пунктов с помощью спорта и физкультуры скрашивают досуг. В прошлом году после молодежного форума участница из НИСИ привезла аэробику в родное село, а в Коткино впервые прошел фестиваль ЗОЖ. Эти небольшие достижения участников – задача каждого форума. Наша задача не только для того, чтобы на федеральный уровень представить проекты. Главная наша задача – все-таки реализовать вот эти направления молодежной политики, главные, которые на сегодняшний день в населенных пунктах нашего округа. Это самое главное. Чтобы там молодежь не затихала, не заглухала, а все-таки тоже жила, действовала и развивалась. Именно поэтому почти половина из 200 участников – молодежь из населенных пунктов. Ирина Чурсанова приехала из Харуты. Площадку «Доброволец» выбрала не случайно. В родном селе девушка хочет организовать информационный центр. Побывала здесь, и мне захотелось стать координатором. Мне захотелось что-то принести для нашей молодежи, чтобы чему-то научить, обучить их. И вот после того, как я побывала здесь, я приехала и подала свою заявку на координаторство. На форум приезжают и те ребята, которые хотят освоить азы бизнеса. Для них работает площадка «Ты предприниматель». Здесь мастер-классы ведут авторы продаваемых проектов и действующие бизнесмены из Тюмени. В Наринмар они привезли деловую игру «Завод». Помимо того, что они будут завязывать деловые отношения, конечно же, они будут завязывать отношения не только с покупателями, но и с поставщиками. То есть им нужно будет закупать сырье, договариваться о стоимости и так далее. Более того, это сырье им нужно будет переработать, превратить в готовый продукт и продать своим клиентам. Участникам самой многочисленной площадки «Мой выбор» предстоит познакомиться с культурой избирательного процесса. И пусть никто из них еще ни разу не голосовал на выборах в силу возраста, они хотят все знать из первых уст. Это именно теория поможет мне в профессии по правоведчеству. Очень интересно рассказывают, рассказывают практики. Это мне, я думаю, может пригодиться. Была практическая игра. Мы заполняли документы кандидатов в депутаты. Мне очень понравилось. Много было информации, которые, если в последующем захотим участвовать в этих выборах, чтобы мы уже знали, были подкреплены. Спикерами на площадке молодых избирателей выступили депутаты окружного собрания, представители исполнительной и судебной властей, средств массовой информации. Для любого начинающего политика и уже даже серьезного политика необходимы знания, каким образом он должен сотрудничать с органами власти, какие лица там работают, для того, чтобы ориентироваться, куда обратиться с решением вопроса. А тем более, если они претендуют быть депутатами или главами муниципальных образований, или должностными лицами более высокого уровня, конечно, эти знания им необходимы. Бизнес, игры и мастер-классы рассчитаны на три дня. Затем все достижения участников будут представлены на ярмарке. Авторы лучших проектов получат возможность презентовать свою работу на всероссийском уровне.